Сегодня без этого устройства вряд ли кто представляет свою жизнь. А ведь это не просто пульт по переключению телеканалов. Это настоящая машина по перемещению во времени и пространстве. Нажмешь на кнопочку и можешь оказаться на другом континенте. Нажмешь еще раз. Будешь смотреть футбольный матч. Нажмешь еще разок и сразу станешь участником популярного ток-шоу. Сегодня в нашем распоряжении бесконечное множество каналов. Но мы все равно недовольны. Что-то смотреть стало нечего. А ведь еще совсем недавно каналов было всего только два. И светились телевизоры только серо-голубым цветом. Но каждой новой популярной телепрограммы мы ждали как праздника. У вас можно приобрести телевизор в кредит. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Официального документа... Анну Шатилову не зря называют лицом советского телевидения. Много лет она вела главную телепрограмму страны «Время». Но почти никто не знал, что перед каждым выходом в эфир на нее накатывала волна настоящей паники. Она боялась случайно оговориться. Поэтому отходила в угол студии и читала скороговорки. Купите-пупик, купите-пупик, купите-пупик. Король-орел, орел, король-король, орел. На дворе трава, на траве-дрова. Вот так беспорядочно. Я уже чувствую, что все разогрелось бы. Это видно еще и психотерапия такая. Если бы диктор программы «Время» случайно ошибся в ударении или неправильно произнес слово, об этом на следующий день говорила бы вся страна. Потому что для многих советских людей ведущие телепрограмму почти члены семей. Москва. Начало 50-х годов. Некоторые окна в домах по вечерам начинали светиться необычным голубоватым светом. Это говорило о том, что их жильцы обладатели последнего чудо-техники – телевизора. Хотя первые телевизоры появились в СССР еще до войны, о них знали очень немногие. Первый советский запущенный в массовое производство телевизор появился в 49-м году. Он назывался КВН-49 по фамилиям его создателей – ленинградских инженеров Владимира Кениксона, Натана Варшавского и Игоря Николаевского. Я помню, как нам в дом привезли КВН-49 от телевизора. И нам с сестрой за хорошее поведение даже открыли коробку и дали посмотреть на крышку телевизора. КВН-49 – это тяжелый деревянный ящик весом в 29 килограммов, а экран всего лишь 18 сантиметров. Смотреть телевизор приходилось, сидя очень близко к нему. Сильно выручало первых советских телезрителей вот такое нехитрое устройство – линза. Ее можно было купить отдельно в магазине и навесить на телевизор с помощью кронштейна. Линза увеличивала изображение в полтора-два раза. Я думаю, что вы сейчас это видите. Но чтобы линза работала, ее нужно было заполнить водой или глицерином. Про линзы рассказывали всякие истории. Говорят, однажды пионеры из аквариума запустили сюда рыбок. Или вот еще история. Мужичок, чтобы сделать заначку от жены, залил сюда не воду, а водку. И попивал из соломинки. Жена ничего не может понять. Муж трезвый садится смотреть телевизор, а через полчаса он уже под умухой. Ну, что там происходит? Наша играет французскую жизнь. Да, искусство в большом долгу. В 61-м году создатели новой молодежной телепередачи даже назвали ее в честь первого советского телевизора. Так появился еще один КВН – «Клуб веселых и находчивых». Снова «Клуб веселых и находчивых» созывает под свои знамена всех, кто полон боевого задора, кто жаждет помериться с силами, блеснуть остроумием. В начале 50-х телевидение начинало вещание в 7-8 часов вечера. А к концу десятилетия, уже в час дня, телевизация всей страны шла семимильными шагами. Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театры, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. В газетах стали ежедневно печатать телепрограммы. С 5 апреля 59-го года они впервые появились в «Правде» – главной газете страны. Самые интересные передачи подчеркивали карандашом или ручкой, чтобы не забыть их посмотреть. Ну вот и газетка вся, читать больше нечего. Было мало программ, ограниченное количество передач было, и все знали, когда будут мультики, все знали, когда будет какой-то детский фильм. Все знали и спрашивали, а ты знаешь, что сегодня будет Тимурова команда? Ну, конечно, я знаю, я уроки специально сделал. В 60-м году количество выпущенных телевизоров достигло миллиона штук. И это были разные марки. «Темп», «Север», «Авангард», «Рекорд», «Рубин». Стоили они недешево. От тысячи до двух тысяч тогдашних рублей. По наличию телевизора в семье судили о ее достатке. И к их счастливым обладателям соседи обязательно по вечерам приходили в гости со своими стульями и со своей едой. И смотрели фильмы, концерты, футбол. И вместе бурно болели за любимую команду. Итак, мяч украинего правого нападающего. Он ведет его, обрабатывает, передает его в центр. Пуле удар, гол! Я очень хорошо помню чемпионат мира по футболу из Англии в большой комнате нашей, в этой огромной коммунальной квартире, два телевизора. Это пока весь подъезд сидел у нас дома. Простите, мы просто хотели бы поинтересоваться, кто сегодня ведет, Ниночка или Валечка? Ну, пожалуйста, пожалуйста, проходите. Спасибо, а можно? Я вам не буду загораживать. У меня в квартире у одной телевизора. Вот, зову, посмотрите. Ниночка и Валечка – так ласково называли двух самых популярных советских дикторов того времени – Нину Кондратьеву и Валентину Леонтьеву. Перевидение было таким, оно было близким и родным. Оно не дистанцировалось. Это была не система звезд, а это была система родственников, которые приходят в твой дом без стука и разрешения. Они вот просто страной и людьми были приняты. Люди, которые как дорогие гости, долгожданные гости. Анна Шилова, Светлана Жильцова, Игорь Кириллов, Владимир Балашов, Светлана Моргунова, Анна Шатилова – всех дикторов знали в лицо и по именам. Они не только ближайшие друзья, но и законодатели моды. Садились с семьей, обсуждали, кто как выглядит, кто какую прическу. А вот теперь вот это, значит, мода. Ага, надо бы выкройку достать, вот такого вот платья там. Анна Шатилова планировала стать учителем физики и математики. Но однажды, увидев объявление о наборе дикторов на радио, решила рискнуть. И получилось. Комиссия обратила внимание на ее хорошо поставленный голос. Шатилова с детства читала стихи со сцены. С 1962 года она уже диктор Центрального телевидения. Вела и новости, и трансляции парадов с Красной площади, и другие программы. Все передачи, все вели дикторы. Все, все, все. Если вот какие-то, вот я говорю, что вот у меня кинопанорама была, все. Даже музыкальный киоск. Причем первые киоски, два, наверное, провела я. Добрый вечер, товарищи. У каждого из дикторов свои поклонники. Многие были уверены, что только их любимый ведущий – самый лучший. Однажды Игорь Кириллов записывал программу на ВДНХ. Вокруг собралась толпа любопытных. И вдруг он услышал за спиной разговор. Народ-то собирается, смотрит там. И вот слышу, за спиной там две женщины стоят, и одна, другая говорит. Ой, ты знаешь, Кириллов мне не нравится. Фу, противный такой. Вот Балашов – это другое дело. Понимаете, вот это другое дело. Там и голос такой. И мне, знаете, все похолодело. Как? Она меня не любит, раз это может быть. Но тут же он опомнился и стал смеяться над самим собой. Так он преодолевал зачатки из звездной болезни. И она взрыд хохотала над собой. Мне стыдно за себя стало. Бригада подумала, что вообще я не смехнулся. За что такое? Ну, я ничего не сказал. Но для меня это был урок на всю жизнь. Диктором мешками писали восторженные письма. Подкарауливали на улице. Народная молва женила их друг на друге. А потом и разводила. Они герои многочисленных сплетен. О том же Кириллове в 60-х годах рассказывали, что на банкете в Кремле он якобы выпил целую бутылку водки. А закусывая ее, подавился огурцом. Чуть не умер. И его еле-еле спасли. Но это еще что. Здравствуйте, дорогие ребята. И уважаемые товарищи взрослые. Уже в конце 80-х годов пошли слухи, что одна из самых знаменитых советских телеведущих Валентина Леонтьева на самом деле агент ЦРУ и британской разведки. И вот об этом даже стали писать газеты. Слухи ходили о том, что она передавала какие-то секретные данные за границу. И более того, знаете, слухи разрастались. А потом уже говорили о том, что когда пришли ее арестовывать, она застрелилась. Она, кстати, страшно переживала по этому поводу. Добрый вечер, товарищи. Центральное телевидение начинает свои вечерние передачи. Так обычно начинал свои передачи московский телецентр. Но его телевизионные башни оказались уже малы для стремительно растущей столицы. До конца 60-х годов главное здание советского телецентра находилось в Москве, на улице Шаболовка. Рядом со знаменитой башней, построенной в 1922 году под руководством инженера Владимира Шухова. Раньше ее использовали для радиовещания, а потом и для передачи телепрограмм. В студиях Шаболовки тесно и очень жарко от мощных осветительных приборов. Однажды сюда на телевидение приехал руководитель государства Никита Хрущев, чтобы записать свое выступление. Начальство, чтобы хоть как-то понизить температуру, распорядилось разместить по углам студии в контейнерах несколько тонн сухого льда. Но лед начал очень быстро испаряться. И в студии стало не только жарко, но и влажно, как в тропиках. Взмокший после выступления Хрущев возмущенно заявил, больше я в это паровозное депо не приеду. Новый телецентр сначала хотели построить в московском районе Черемушки. Но потом выяснилось, что места здесь маловато. И строительство перенесли в Останкино, где вскоре и появилась ныне знаменитая Останкинская телебашня. Первый телесигнал с антенны Останкино ушел 4 ноября 1967 года. Советские газеты называли 540-метровую новую башню «Царицей Шпилей». Тогда она считалась самым высоким сооружением в мире. Башня по праву стала одной из главных достопримечательностей Москвы. Олег предлагает встречать Новый год, между прочим, в ресторане Останкинской башни. Дай мне, пожалуйста, макушечку. Он вращается. Кто вращается? Макушечку дай мне, пожалуйста, ресторан вращается. Попасть, например, в ресторан «Седьмое небо» на высоту 328 метров мечта почти каждого советского человека. Посетители, попавшие на «Седьмое небо», совершали за 40 минут полный оборот вокруг башни. Чтобы придумать название ресторана, в 1966 году в газете «Вечерняя Москва» объявили специальный конкурс. Его выиграли сразу пять москвичей. Они и придумали этот вариант. «Седьмое небо». Когда ресторан открылся, их пригласили сюда вот по таким билетам памятным. Угостили ужином, вручили значки. В меню, кстати, входило фирменный напиток, высота, курица, жареная на сковородке, залитая яйцом, кофе, ну и, конечно, мороженое. Через дорогу от башни был построен новый телецентр, площадь которого составила 154 тысячи квадратных метров. Это в восемь раз больше, чем на Шаболовке. По техническим коридорам Останкина мог бы свободно проехать даже грузовик. Правда, с непривычки в новом здании можно было запросто заблудиться. Очень скоро Останкина стала символом советского и вообще отечественного телевидения. В 70-х уже существовало большинство наших любимых и знаменитых кинопрограмм. Кинопанорама, здоровье, в мире животных, голубой огонек, конечно, самое любимое, клуб кинопутешественников, международная панорама. И не одно поколение зрителей выросло на этих программах. 1 сентября 64-го года на Центральном телевидении вышла в эфир программа «Спокойной ночи, малыши» вечерняя телевизионная сказка для детей. Вот и снова подошло время нашей встречи. Сначала программу вели актеры, а потом и дикторы, которых называли дядями и тетями. Дядя Володя, Владимир Ухин, тетя Света, Светлана Жильцова, тетя Валя, Валентина Леонтьева, тетя Таня, Татьяна Веденеева и другие. Дети не простят тебе фальши. Ты должен быть таким, какой ты есть, потому что ребенок, он такой, какой он есть. И только так может возникнуть диалог между зрителем и ребенком и того исполнителем. Для меня образец мужского отношения в этой программе дядя Володя Ухин. Добрый, искренний, обаятельный мужчина. Я же говорил, что он добрый. Конечно, добрый. Куклы, которые говорили голосами актеров, сидевших во время эфира в буквальном смысле под столом, тоже были постоянными ведущими программами. А трое из них, пес, Филя, Заяц, Степашка и Поросенок Хрюша стали культовыми персонажами советской эпохи. На Хрюше, Степашке и других кукол, которые принимали участие в программе, они, кстати, были изготовлены в бутафорском цехе телецентра Останкино, тоже отражались события политической жизни страны. Например, сначала в программе участвовал кот, Цап-Царапыч, а потом он вдруг неожиданно взял и исчез. Говорили все потому, что его озвучил актер, который уехал в Израиль. А потом еще говорили, что внукам главного идеолога страны Суслова очень нравится кукла Филя. Поэтому просили, чтобы Филю показывали почаще. Привет, Филя. Привет. Как дела? Хорошо у меня дела. А вот дела у Хрюши были похуже, потому что внуки Суслова. Хрюши почему-то не взлюбили, он их раздражал. Поэтому просили, чтобы он побольше молчал. Даже в перестройку детские программы пытались корректировать. И тут не повезло мультфильму про Мишутку, потому что Мишутка никогда не доводил начатое дело до конца, поэтому там просили мультфильм не показывать. С Хрюшей, Филей и Степашкой работали несколько поколений телеведущих. Ребята, добрый вечер. Здравствуйте, тетя Татьяна. Здравствуйте, Филя. Привет, друзья. Те детки, которые смотрели спокойно на «Учим малышей», им сейчас 35-40 лет. Это все мои девочки и мальчики. И они до сих пор ко мне, когда меня видят где-нибудь в магазине или на улице, ко мне обращаются исключительно к актеру Титане. Мне это даже нравится. С 1 октября 1967 года в СССР начались регулярные передачи цветного телевидения. К этой дате в массовую продажу поступили первые советские цветные телевизоры «Радуга-4». Потом уступил день, когда появился цветной телевизор, гонялись за французской трубкой. То есть были трубки отечественные и французские. И за дополнительные 5 рублей продавец в магазине так незаметно показывал вот эту французскую трубку. Берите. С вами вы хотели. С 1977 года все телепередачи выходили уже в цвете. В советских магазинах цветные телевизоры стоили в 2-3 раза дороже черно-белых. 700-800 рублей. Но их выпуск год от года рос. Так, в 90-м в стране производили уже более 10 миллионов телевизоров. И более 7 миллионов из них цветные. первый выпуск главной информационной программы страны время вышел в эфир 1 января 68-го года в 20-30. Ее ведущими стали Анна Шатилова и Евгений Суслов. Я помню, мы с Женей Суслова, моим коллегой, он вошел в ту пятерку, когда нас набрали в 62-м году, этот конкурс. Смотрим расписание, он говорит, ой, что-то у меня какое-то время. Я говорю, Женя, у меня время, а что это такое? Этот материал, товарищи, мы вам покажем несколько позже, а сейчас... 72-го года программа «Время» стала выходить в 21.00. Она имела жесткую структуру, официальные сообщения, потом новости страны и трудовые успехи, международная информация, культура, спорт и под финал прогноз погоды. Но съездом, парадом на Красной площади, визитом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева могли посвятить даже весь выпуск. Из-за частого упоминания Брежнева программу «Время» в народе даже стали называть «Всё о нём» и немного о погоде. О погоде расскажет научный сотрудник гидрометцентра СССР Анатолий Яковлев. Брежнева полагалось именовать только товарищ Леонид Ильич Брежнев. Очень чётко. И наш самый знаменитый диктор Игорь Кириллов, даже он боялся что-то перепутать и тренировался на собственной супруге дома. Он её называл товарищ Ирина Всеволодовна. Но ошибки и оговорки в главной программе страны всё равно случались. Это уже потом к ним начали относиться более мягко. Я хорошо помню, когда только начинал как стажёр ещё и Свердловска читать программу «Время», когда был такой период, когда стажёры читали, им доверяли не главную не на европейскую часть, а орбитные варианты. Я вспоминаю, как я лихо, бодро почему-то вдруг и сказал на родине поэта Петра Ильича Чайковского, понял, что сморозил, сделал так «Извините». На родине великого композитора Петра Ильича Чайковского. А в советскую эпоху из-за оговорок можно было сильно пострадать. Как-то один из дикторов от волнения произнёс вместо юных ленинцев юные ленивцы. Его тут же лишили эфира. Бывали и технические накладки. Не работает. Не работает микрофон. Не горят сигнальные лампы. Попрошу отрегулировать. Всё в программе было выверено до мелочей. И текст, и манера подачи, и даже внешний вид дикторов. Существовало негласное правило. Нельзя было появляться в эфире в одном и том же костюме. Поэтому телеведущим разрешили пользоваться закрытой секцией ГУМа, куда были вхожи только советские руководители и их семьи. За этим внимательно следило телевизионное начальство. В течение двух недель переводили 200 рублей в 200-ю секцию ГУМа, и мы должны были поехать и там что-то подобрать себе. Потом был пошивочный цех, и нам уже шили там. Появилась Лена Безяева, художник, она рисовала эскизы, и раз в два года нам имели право, так сказать, обновить гардероб. Советским радио и телевидением руководил специальный орган Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию. Фактически это было настоящее министерство. В апреле 70-го года председателем гостелерадио стал Сергей Лапин. Опытный партийный советский работник, который к тому же смог установить личное доверительное отношение с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Ничего, ребята вырежут там из кадра. Ничего, я тебе подсеркную. Спасибо. Спасибо. В телевизионном мире Сергея Лапина знали как очень жесткого Цезара. Этот широко образованный человек, знаток мировой литературы, джаза, театра, мог безжалостно вырезать из любой программы все, что, на его взгляд, не соответствовало советской идеологии. В 71-м году он, например, закрыл КВН за то, что его участники начали много и активно шутить на политические темы. Он отлучил от радио и телеэфира многих эстрадных исполнителей. Вадима Мулермана, Ларису Мондрус, Аиду Ведищеву, Валерия Абадзинского, которые якобы не соответствовали образу советского артиста. По коридорам Останкина ходила легендарная фраза Лапина «Мы обойдемся без всяких там мундрусов и мулерманов». Эпоха Лапина на центральном телевидении продолжалась долгих 15 лет. Лапин насаждал на телевидении и свои личные вкусы. Именно при нем был введен запрет на ношение бороды, усов и длинных волос для мужчин, а для женщин на ношение брюк. Была даже такая шутка. Если бы в телецентр пришли Маркс и Энгельс, Лапин бы их не пустил. Калерия Кислова работала главным режиссером главной редакции информации Центрального телевидения больше 30 лет. Она одна из немногих, кому удалось найти общий язык Сергеем Лапином. И не только с ним. Кислова записывала телевыступление и интервью всех советских руководителей от Брежнева до Горбачева. Значит, как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Только и все. С Брежневым она ездила и в командировки. Леонид Ильич даже называл ее мисс телевидения и в свободные минуты рассказывал о своей жизни и читал стихи. Ближе надо. Ну, например, он читал «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охвачено, я не буду больше молодым». Он говорил вот иногда начинать. Иногда там вот потому что у него мешали его зубы, которые выпадали. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Но неужели одному человеку, руководителю государства, нельзя было сделать хорошие зубы? Леонид Ильич негласно, конечно же, считался Востанкина главным телезрителем страны Совета. Вместе с женой он обязательно смотрел информационную программу «Время», развлекательную передачу «Кабачок-13 стульев», художественные фильмы и спортивные трансляции. Особенно он любил хоккей и фигурное катание. Говорили, что именно эти виды спорта чаще показывали в эфире. Впрочем, в этом вкусы генсека совпадали со вкусами миллионов советских людей. И люди срывались с работы, отпрашивались, мчались. Если это был какой-то матч, отменяли какие-то встречи, какие-то пирушки товарищеские, переносили дни рождения. Когда матчи проходили за океаном, из-за разницы во времени возникал серьезный вопрос. Как их показывать? Живьем, глубокой ночью или в записи. Информация о результатах таких встреч хранилась как строжайшая государственная тайна, и разглашать ее раньше времени было категорически запрещено. Исключение сделали только однажды, 13 сентября 81-го года, когда в Москве была уже глубокая ночь, наши хоккеисты выиграли Кубок Канады. Фокус был еще в том, что утром 14 сентября в СССР должны были официально объявить о повышении цен на бензин, алкоголь, табак и другие важнейшие товары. Поэтому уже рано утром по центральному телевидению дикторы объявили о победе наших хоккеистов. Ну, а сам матч показали только вечером в записи. Несмотря на жесткую цензуру, именно в эпоху Лапина появились программы, которые навсегда остались в истории советского телевидения. Песня года, очевидное невероятное, утренняя почта, мелодии и ритмы зарубежной эстрады, вокруг смеха и интеллектуальная телевикторина «Что, где, когда?» Аудитория внимательно следила не только за игрой команды из шести игроков-знатоков, которые должны были в течение одной минуты найти правильный ответ на каверзные вопросы телезрителей. Но и с нетерпением ждала музыкальные паузы, когда в эфире показывали ролики с выступлением западных артистов. А уже с 82-го года в студию стали приглашать советских исполнителей. Но одной из самых популярных был и остается старый добрый голубой огонек, который впервые вышел в эфир еще в апреле 62-го года. Откуда же такое название? Дело в том, что экраны первых советских телевизоров светились голубоватым сиянием. Товарищи операторы, в кадре наш ассистент Лариса Мондрус. Покажите ее как-нибудь получше. Впрежние годы огоньки выходили несколько раз в год по праздникам. Но все рекорды просмотров побил новогодний выпуск. В каждом советском доме это такой же неизменный атрибут праздника, как елка и салат оливье. С Новым годом, дорогие друзья! Мы приглашаем вас сегодня провести этот праздник вместе с нами. Мы приглашаем вас на бал. Ах, этот чудный новогодний бал. Вот у меня была семья, которая мне из Новосибирска присылала письма постоянно, тогда же письма писали, которые говорили, что они меня так любят, что когда они садятся обедать, у них обязательно на столе стоит тарелка для меня. Это было так мило и трогательно. Огоньки вели самые известные всей стране артисты и телеведущие. А в числе гостей космонавты, передовики производства, ученые и спортсмены. Обычно они произносили заранее написанные для них тексты. Когда огоньки шли в прямом эфире, случались, конечно, различные казусы и оговорки. Одна из героин, которую попросили после ее слов уйти из кадра, совершенно не поняла, растерялась и от зажима прямо на виду всей страны спряталась под стол. Ведущая в другом огоньке не смогла выговорить сразу фразу, что в магазинах появились ананасы и бананы. Она вдруг почему-то произнесла, конечно, это была оговорка, в магазинах появились бананасы. Это на виду всей страны. Одним из первых огонек спародировал в своей кинокомедии «33» режиссер Георгий Данелли. Главного героя по сюжету картины пригласили в программу только из-за того, что у него было 33 зуба. Люба, включай телевизор! Ивана показываю! Иван Сергеевич, познакомьтесь, пожалуйста, это наш диктор телевидения Нина Светлова. Ты что, мы уже знакомы? Слушайте, мне надо уйти отсюда. Вы хотите нас подняться? Кстати, после премьеры этот фильм не показывали ни в кино, ни по телевидению больше 20 лет. За слишком едкие насмешки над советской действительностью. В 70-е годы телевизор превратился в серьезного конкурента большому экрану в кинотеатрах. Все больше картин снималось специально для ТВ. И что немаловажно, фильмы и передачи не прерывались показом рекламных роликов, хотя реклама на советском телевидении уже стала появляться. А еще качественные вещи советского производства рекламировали в программе больше хороших товаров. По легенде ее предлагал выпускать сам Брежнев, чтобы критиковать плохие товары и хвалить хорошие. Каждый советский человек знал, если по телевизору целый день передают классическую музыку, значит что-то произошло. Скорее всего умер кто-то из руководителей страны. С 1982 по 1985 год умирают подряд все генеральные секретарицы ККПСС Брежнев, Андропов, Черненко. И в народе сразу эту эпоху, такую короткую, но действительно эпоху, окрестили время пышных похорон. От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Официальное сообщение о безвременной кончине вождей обычно зачитывал Игорь Кириллов. Ходил такой анекдот. Кириллов в черном костюме появляется на экране. Товарищи, вы, конечно, будете смеяться, но Политбюро и ЦК КПСС опять с глубоким прискорбием сообщают. С приходом перестройки и гласности в 85-м закончилась и телевизионная эпоха Лапина. Центральное телевидение поменяло свое лицо. Уже в мае 86-го года в эфир вышел обновленный КВН. В том же году появилась утренняя информационно-развлекательная передача «60 минут», затем «90 минут», «120 минут» и «Утро». А вели программу обычные журналисты, многие из которых позже стали известны всей стране. Новые программы появлялись одна за другой. И почти каждая из них – настоящее событие не только в мире телевидения, но и в жизни страны. Когда в октябре 87-го в эфир вышла программа «Взгляд», зрители были поражены. что ее ведущие не зачитывали тексты по бумажке, а говорили своими словами. Телевизор теперь смотрели до глубокой ночи и даже засыпали прямо перед ним. А чтобы его не забывали выключить, в конце вещания на экране появлялась специальная надпись с громким звуком. Сонись! Пока! А что это вы в темноте сидите? Мы телевизор смотрим. Вы смотрели вчера телевизор. Именно так в эпоху гласности начинались многие разговоры. Перестроечный телеэфир действительно для многих заново открыл страну и мир. Но время самого живого телевидения в советской истории продолжалось недолго. До 19 августа 91-го года. и трансляции балета «Лебединое озеро», который стал символом неудачной попытки захвата власти ГКЧП. И прелюдии к развалу Советского Союза, да и самого центрального телевидения, с которым огромная страна прожила больше 40 лет. КОНЕЦ КОНЕЦ